Около ста человек стали участниками встречи руководства Щелковского района с населением микрорайона Бахчеванджи. Общение с населением в таком формате давно стало традицией. Мы приезжаем для того, чтобы увидеть, услышать, понять, что наболело, и исходя из этого, строить свою работу дальше. У многих из тех, кто пришел на встречу, было что спросить у руководства района. Так жалобы на сотрудников продуктового магазина пришли жители 23-го дома на улице Беляева. Разгружаются ночью, ночью забирают мусор, мусор этот прессуют, весь этот сок остается во дворе магазина, и мы живем там, как на свиноферме. Дышать нечем. Я сегодня разберусь с начальником УВД, и он найдет участкового, соответственно, здесь, который получит задачу. Недовольство жителей вызывает большое количество грузового промышленного транспорта, бетономешалок. Дело в том, что свой маршрут большегруза проложили через жилой микрорайон. К тому же водители, по словам жителей, не соблюдают скоростной режим. Мы в судебном порядке закроем этот бетонно-растворный узел, если они не изменят технологию производства или не наведут порядок. Кроме того, на встрече подняли и такую тему, как снос незаконно установленных гаражей ракушек. У нас около нашего дома 18 гаражей. Я говорю, единственный дом, который лучше взорвать, чем что-либо там сделать. В этих гаражах склады фактически. В этом году мы приняли программу по сносу 430 гаражей. Судебные заседания прошли по 300. Мы их сносим, но это по Щелково. Сейчас мы услышали, внесем как бы в реестр, в судебные органы подадим материалы по незаконному строительству гаражей и снесем. Также вопросы жителей на встрече касались таких тем, как жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство дворовых территорий и социальная сфера. Обсуждали и развитие дорожного комплекса. Так удалось полностью поменять асфальтовое покрытие на главной дороге микрорайона – улице Беляева. В планах ремонт внутриквартальных дорог, а также строительство дорожек, школам и детским садам. Ведется реконструкция хоккейной площадки на стадионе «Юность», единственной в Бахчеванджи. Руководитель районной администрации заверил, что проделан большой комплекс работ. Однако предстоит еще немало. Такие встречи с населением и личные приемы будут продолжены. Люди успокоились. Во-первых, начнем с того, что люди успокоились. Люди стали верить, что они не безразличны для Щелковской власти, что можно достучаться, их могут услышать. Ну и, наверное, чувствуют, что получили ответ, что что-то будет сдвигаться. Понравилось, хотя бы отвечать стали. Отвечать стали. И хорошо, что с нами стали встречаться. Дарья Снегова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».